несколько слов о себе лидия уже сказала о том что на сегодняшний момент я являюсь золотым директором компании арифлейм но в арифлейме пришла очень давно еще в 2001 году и вы знаете переломный момент моего прихода в эту компанию было то что нам перестали платить зарплату может быть я до сих пор бы работала школе если бы не вот эта ситуация когда нужно было бы кормить ребенка как-то в общем как-то проживать и в тот момент у меня возникла в голове уже такая мысль о том что наверное что-то неправильно делаю своей жизни и ее надо как-то изменить в 2001 году я уже я зарегистрировалась компанию арифлейм а в 2002 году я ушел со своей основной работы вот этот год как раз это был такой год когда я училась работать с каталогом училась работать с клиентами и когда я принимала решение и подошла к мужу и сказала о том что я хочу посвятить себя только арифлейм он сказал что не рассчитывай на какие-то там золотые горы в общем хлеб вода все самое необходимое будет но не больше и я взяла ответственность за то что я заработаю те деньги которые я теряла на своей основной работе а в тот момент я работала заместителем директора детского дошкольного учреждения и моя зарплата составляла 2500 рублей в арифлейм я уже зарабатывала 5000 рублей будучи на уровне где-то 15 процентов то есть я очень быстро вышла на этот уровень но очень долго на нем сидела я думаю что есть среди ваших партнеров и может быть среди вас те люди которые очень продолжительное время пребывали на уровне 15 процентов то есть доросли до уровня менеджера дальше уже было сложнее двигаться и в 2004 году в общем так получилось 2002 я ушла со своей основной работы в 2003 я открыла офис с по 2004 я поехала на одну из директорских встреч к своему бриллиантовому директору в город архангельск и меня попросили выступить с темой как проводить массовое мероприятие для консультантов и клиентов и вы знаете вот это был толчок тому что я через год закрыла даже не через год я через очень короткий срок открыла звание директора и закрыла его почему потому что когда я стояла и выступала перед директорами я думала о том что вот они директора вот я какая-то 15-процентница и меня это так заело я делюсь опытом работы никто из директоров толком не выступил не рассказал о своем опыте работы а я 15-процентница стою рассказываю все еще на этом уровне нахожусь и вы знаете меня это так вообще смотивировала на то что я приехала домой и приняла решение что я в этом году буду открывать звание директора и закрывать его и в тот момент как раз был осуществлялся переход на 3 3 недельные каталоги и квалификационный период был 6 каталогов и вы знаете я все 6 закрыла подряд 21 процент причем один из них каталог был январский и все думали что январский каталог это будет провальный каталог но я подстраховалась я провела очень такую глобальную акцию для своей структуры и у меня январский каталог по показателям даже шел лучше чем предыдущий декабрьский каталог и вот 2005 году я закрыла звание директора тоже очень долго почивала на лавров но я такой знаете человек можно сказать творческие и люблю проводить мероприятие очень много и 2007 году так получилось что мы начали строить квартиру и все деньги которые я зарабатывала в рефлейм именно лично мой доход мы отдавали как взнос на строительство квартиры квартиру мы строили два года и денег катастрофически не хватало и тогда как раз у мужа возникла такая ситуация что ему нужно было или закрывать свой бизнес или ну каким-то образом его развивать он заведовал сетью фото лаборатории кодек был тоже индивидуальным предпринимателем и мы приняли решение что муж закрывает свой бизнес переходит ко мне работать вместе со мной в рефлейм и мы будем закрывать звание золотого директора и в 2008 году я это звание закрыла то есть мы закрыли вместе с мужем муж у меня стал директором я стала золотой директором а второй директор это моя сестра и в 2008 году я поняла что я очень и очень тяжело закрывала вот эти вот это звание то есть если директор я закрыла очень быстро то золотой директор было очень и очень сложно чему я научилась за это время я научилась очень хорошо выращивать менеджеров очень быстро очень продуктивно я вырастил их огромное количество ну вот у меня есть такая проблемка ну или задача которую мне нужно решить на текущий период это из менеджеров уже делать директоров но сегодня я готова поделиться с вами информации о том как за 8 недель вырастить менеджеров большое количество предпосылки вообще к этой теме такие что я работала два года по системе про поставьте пожалуйста плюсики кто пробовал эту систему или пытался по ней работать или работает в этой системе по системе про система про немножко скажу эта система продаж рекрутирования рефлейм очень эффективная я вообще влюблена в эту систему вы знаете в 2002 году я была на обучение 2004 наверное ну где-то общем в начале славных дел я была на обучение в москве когда еще только-только запускали эту систему про у меня даже есть диплом об окончании двухдневных курсов по этой системе но я ничего абсолютно тогда не поняла то есть я не переработал этот материал и вот когда я закрыла звание золотого директора так получилось что я стала искать пути как работать легче и в 2009 году совершенно случайно я попала на конгресс в египет еще тогда и выступление керр корректора для меня переверкнул перевернула все мое мировоззрение именно вот этот взгляд на систему про изменился с минуса на плюс потому что я не понимала зачем эта папка фолдер мне казалось что это тупо по ней читать презентации что есть более знаете такие продуктивные презентации со своими авторскими выкладками и так далее и в 2009 году как я всегда люблю говорить о том что керк ректор на английском языке рассказал мне больше чем в 2003 году на русском языке наши координаторы компании и я приехав с воодушевлением начала набирать команду у меня на встречу пришло 15 человек из них осталось работать семь человек в течение нашей работы именно по системе про у меня практически полностью обновилась вся команда но что радует все практически все люди которые у меня консультанты которые приходили работать команду очень быстро выходили на 9 12 процентов но все дело было в том что многие на этом уровне застревали а некоторые возвращались обратно и мы сегодня поговорим о тех ошибках до которые возникают почему люди из девяти процентов падают обратно на три процента и в 2010 до в 2010 году в июле месяце лидия уже сказала что я вообще активно использую интернет своей работе и рекрутирую через интернет ко мне пришла девушка именно через группу клуб любителей рукоделия которую я веду вконтакте и за четыре месяца она вышла на уровень 18 процентов то есть это самый лучший результат работы именно по выращиванию менеджеров очень самый быстрый результат к сожалению после этого дела стали складываться не совсем хорошо так получилось что та команда с которой я работала они отделились и открыли отдельный офис свой уже сняли помещение стали работать там самостоятельно но не выдержали не выдержали того испытания которое легло на их плечи потому что свой офис это большая ответственность и вы знаете человек сам по себе вообще ленивое существо и все время хотелось сначала меньше проводить презентации затем меньше проводить школ обучающих затем вообще менеджеры перестали ходить на работу так как я не могла их контролировать таким образом что когда контролировала своем офисе они постепенно потеряли свои позиции и на сегодняшний момент из них одна работа от варифлэм она родила ребенка на вторая девушка ушла и третьей девушке запретил работать ее муж хотя у нее очень-очень вот та которая быстро вышла на 18 процентов и зовут надежда хотя она очень талантливая девушка то есть ее просто победили ее родственники не поняли бизнеса и не поняли смысла вообще работы и и в этой системе ну а теперь я сейчас расскажу вам о своем опыте работы как я работала но конечно коснусь основ системы про но прежде чем начать говорить я бы хотела узнать какой уровень сегодня присутствует здесь в комнате вебинаров поставьте пожалуйста ваш уровень в компании арифлейм чтобы я знала какую информацию вам давать и на какой уровень ориентироваться так как если это менеджеры и выше то это будет один подход если это только новички то это будет другой подход на я знаю что вебинар лидерские и здесь присутствуют консультанты уровня менеджеры выше так директора есть если выше кто звание директора замечательно что у вас такая классная дружная команда что даже сегодня присутствует те кто только закрыл новое звание это что они отмечают сейчас сидят эти звания замечательно то есть мы душой конечно с вами так хорошо то есть я поняла что с уровня менеджер и выше самое первое когда мы приступаем к работе то есть я вам сегодня расскажу технологии какими пользовалась я технологиями когда мы работали по системе про и выращивали менеджеров очень быстро первое нужно обязательно знать принципы успеха знать принципы роста в oriflame и вот здесь на схеме дана лестница успеха но немножко в другом в другой интерпретации и вы наверняка знаете что в oriflame есть брошюра по крайней мере она была раньше это выращивание лидеров с 12 процентного уровня по системе про она такая зелененького цвета тоненькая и когда я закрывала звание золотого директора я эту брошюру изучала но я ничего не могла в ней понять и вот именно на конференции в египте я когда увидела вот эту схему у меня все встало на свои места я педагог работала учителем начальных классов причем достаточно продолжительное время потом только некоторое время работала учителем уже старший класс а географии так как у меня есть и второе образование педагогическое и в начальных классах самое главное это когда ребенок приходит в первый класс научить его начальным навыкам это и навык письма и навык чтения и навык например даже накрывать столы в столовой для того чтобы вы могли сами спокойно кушать и у детей были у всех порции то есть вот эти навыки изначально преподаются начальной школе и когда вот я увидела эту лестницу принципов роста в oriflame все встало на свои места давайте сейчас посмотрим на нее первая ступень это консультант это новичок который вернее даже так скажем это консультант который вышел на уровень 3 процента то есть новичок когда приходит в oriflame он как белый лист бумаги вы в него можете заложить абсолютно как негативное так и позитивное то есть все что вы заложите в его голову все и будет дальше работать на вас когда я пришла в компанию oriflame меня пригласили я была клиенткой меня пригласил консультант я очень удивлялась что он не сделал мне этого предложения раньше он сказал мне такую фразу чтобы делать заказы в компании oriflame нужно делать всегда в каталог 200 баллов знаете я даже не знала что можно делать меньше и так получилось что когда к нам приехала бриллиантовый директор и буквально вот я зарегистрировалась конце июня а в августе к нам приехал бриллиантовый директор елена скалова и рассказала о том что они сейчас проводят акцию в рамках рекрутинговой компании которую проводила oriflame и кто больше всех пригласит новичков oriflame тот получит пену для ванн вы знаете не сколько мне пена для ванн была нужна сколько вообще я очень амбициозный человек самолюбивые сколько мне надо было быть вот этой первой среди первых я пошла приглашать не умела никто меня этому не учил я просто начала приглашать людей oriflame и проводить им презентации как могла у меня есть шести человек кого я пригласила пятеро согласились ко мне присоединиться и всем как и мне мой спонсор всем им я тоже сказала чтобы делать заказы в компании oriflame нужно делать 200 баллов и сентябре месяце я сразу с уровня три процента потому что тогда 200 баллов это был бизнес класс это был уровень три процента когда еще каталоги шли помесячно я сразу вышла на уровень девять процентов минуя 6 процентный уровень если бы времени было побольше может быть уровень был бы и больше но просто я вот ну какое-то время раскачивалась льготная компания закончилась быстро потому что директор приехала уже в разгар льгот льготной компании и и здесь вот если глядеть на эту лестницу то то что вы заложите в новичка то и вы получите на выходе поэтому лидер для себя это тот человек который достигает вершины ставя перед собой определенные задачи это вы прекрасно знаете без меня это консультант трехпроцентного уровня это человек который вышел в бизнес-класс это человек который ну даже вот самый первый результат который новичок имеет в oriflame это размещение заказа вот самое главное чтобы он заказ сделал и наша задача направить его именно в это русло чтобы не просто были мертвые регистрации пустые а именно регистрации с заказом второй то что делает новичок это закрывает шаг 1 стартовой программы и дальше он двигается уже по стартовой программе и если вы все правильно делаете он выходит бизнес-класс поэтому самая первая ступень лидерства это лидер для себя это консультант уровня 3 процентов скажите пожалуйста какие основные навыки должен иметь и должен отработать консультант на этой ступеньке вы мне сегодня будете помогать проводить вебинар поэтому сейчас подойдите к компьютеру кто далеко слушает и в чате я прошу вас написать напишите пожалуйста какие основные навыки требуются на этой ступени и так навык работы с каталогом совершенно верно то есть приглашение пока еще нет навык показывать каталог у нас есть должностные обязанности у консультантов которые хотят расти в oriflame это 3p показывать приглашайте посещать поэтому самое важное это навык работы с каталогом навык работы с клиентами отработать навык работы с продуктом потому что многие начинают продавать продукцию сами не пользуются и вот обязательно нужно стать экспертом по продукции а для этого нужно самой пробовать самой покупать самим пользоваться совершенно верно и вот только после того как человек изучил продукцию когда он недостаточно хорошо изучил с точки зрения весь ассортимент выучил да хотя бы какую-то часть когда научился работать с клиентом и когда научился работать с каталогом вот дальше он переходит на следующую ступень лидерство это лидер для других он начинает приглашать он становится спонсором и самый главный навык на этой ступени напишите мне пожалуйста какой то есть когда он начинает приглашать людей первое что он отрабатывает навык так какой навык он отрабатывает когда так коммуникации мы кстати забыли указать навык коммуникации отрабатывается на первой ступени лидерства лидер для себя на второй ступени лидерства отрабатывается навык рекрутинга то есть навык рекрутирования и навык спонсирования почему потому что человек уже консультант называется спонсор он начинает приглашать других людей и в плане успеха oriflame написано спонсирование это обучение тем навыкам других людей которые ты уже овладел сам и здесь невозможно перепрыгнуть через ступеньку если у тебя навык коммуникации не отработан тебе будет очень сложно спонсировать если у тебя навык продаж не отработан на первой ступени тебе очень сложно будет научить этому других если у тебя не отработан навык работы с каталогом ты не сможешь научить других работать с каталогом и так далее поэтому здесь постепенно навыки отрабатываются но скажите от какого навыка частично нужно отказаться на второй ступени лидерства вот это очень часто делают эту ошибку консультанты которые переходят на вторую ступень лидерства начинают приглашать людей совершенно верно навык продажи то есть частично мы не совсем отказываемся мы продолжаем сами показывать каталог почему потому что наша задача искать новых консультантов новых консультантов я всегда ищу через клиентов потому что клиент это самый лучший консультант и мы частично на 80 процентов отказываемся от навыка продаж то есть 80 процентов времени мы уделяем уже рекрутингу и спонсированию и 20 процентов навыку продаж следующая ступень это как раз менеджер то есть спонсор это консультант 3-9 процентов а менеджер это консультант уже 12-18 процентов и здесь на этом этапе нужно научиться формировать команду и основной навык этой ступени это командообразование без команды невозможно работать и вот почему у меня консультанты застревали на уровне 12-15 процентов потому что не хотелось создавать команду это очень сложной трудоемкой всем казалось что это надо вот ведь нужно проводить уже мероприятие учиться и на этом этапе как раз мы уже отрабатываем навык проведения мероприятий мы становимся такими знаете небольшими организаторами школ для своей команды и может быть даже для параллельных веток если объединяемся и проводим школы по очереди и самый последний ступень которую мы сегодня коснемся это директор дальше выше мы смотреть не будем это четвертый четвертая ступень лидерства лидер для организации и основной навык директора это делегирование то есть задача научить менеджеров работать со своими структурами и если мы рассмотрим все ступени лидерства при переходе здесь есть правило при переходе с одной ступени на вторую мы частично отказываемся от навыков предыдущей ступени потому что смотрите когда вы становитесь лидером для команды нужно частично отказаться от навыка рекрутирования не совсем перестать рекрутировать но уже наша задача учить других людей рекрутировать которые пришли к нам часто очень вот я даже звание золотого директора закрывала находясь вот на этом уровне лидер для других я закрыла его благодаря личному рекрутингу и очень хорошо что я попала как раз на курс кер корректора по системе про и вот у меня как раз все это прояснилось и поняла в чем мои ошибки и сейчас мы с вами пробежим по всем навыкам которые нужно освоить при переходе со ступени на ступеньку и какое еще правило есть нельзя перепрыгивать через ступени то есть если вы сегодня находитесь вот на этой ступеньке то есть вы делаете 150 баллов и сразу приглашая других людей вы приглашаете их на бизнес приглашаете строить их ну как сказать приглашаете их и требуете от них уже приглашение других людей не научив их не работать с каталогом не даже толком рекрутировать не научив то часто очень мы держим фиаско то есть невозможно переступить через ступеньку и знаете есть такое хорошее выражение в русском языке широко шагая штаны порвешь поэтому часто бывает так что очень быстро человек вырос ну вот я конкретно скажу вам на примере надежды она очень быстро выросла до уровня менеджера то есть 12 на 18 процентов 4 каталога но очень быстро оттуда и свалилась почему потому что как раз навык не отработан был команды образования то есть она готова уже еще бы чуть-чуть еще бы рекрутинг у нее там 120 человек первой линии ни одного менеджера нет структуре и результат только за счет вот этих навыков был получен а это очень сложно и не смогла допрыгнуть до 21 процента у нее 6000 баллов по группе было представляете да то есть это но достаточно такой хороший результат но она очень очень быстро спустилась обратно на 15 процентов сейчас мы поговорим с вами как раз обо всех навыках которые которые нужно для того чтобы быстро выращивать менеджер и так первый навык вот здесь у меня цифра 2 стоит потому что кроме знания принципов успеха нужно еще знать как работать с каталогом я думаю что на сегодняшний момент все вы кто присутствует здесь потому что вы находитесь на уровне выше чем менеджер или есть девяти процентники вы все прекрасно умеете с каталогом работать и когда у меня приходит новичок самое первое что мы всегда учим на школах это оформлять каталог у на меня есть видео на моем на моем канале не на оре на ю тубе можно найти там очень кстати очень много видео потому что все что я делала все я снимала на видео на простенький фотоаппарат там не очень может быть хорошего качества но это очень достаточно хорошо можно все просмотреть и работа с каталогом это тот навык который отрабатывается на первой ступеньке лидерство лидер для себя каким образом я учу работать консультантов с каталогом то есть по каждому навыку я вам расскажу примерно по одной-две фишки которую я использую своей работе вот все что я читала в книжках по арифлейм по в сетевому бизнесу вы знаете ни одна фраза меня не устроила при работе с каталогом вот как бы тут ну может быть я может быть вы со мной не согласитесь но та фраза который пользуюсь я она работает стопроцентно то есть когда новичок показывает каталог мы под запись даем сразу текст который нужно использовать при показе каталога вообще самая главная задача новичка это не собирать заказы а это показывать каталоги очень часто новички путают да то есть они думают что вот они сейчас показали каталог им никто заказ не сделал потом еще одному человеку показали опять заказ не сделал ну значит это не работает и поэтому самое главное что я ориентирую новичка именно на показ каталога без какого-либо получения результата и есть очень хорошая игра которую вы можете применить если вы ее не знаете это 100 отказов я думаю что это традиционная игра вы наверняка и знаете я всегда новичкам они рассказываю что вы можете взять тетрадку расчертить ее и в клеточках написать вам нужно получить 100 нет и соответственно когда человек начинает работать от противного да то есть не собирать заказы а собирать отказы ему и всегда легче морально но это еще не все и ту фразу которую я учу говорить при показе каталога вы можете записать она очень простая звучит она так скажет добрый день скажите пожалуйста вам приносят каталоги арифлейм то есть эта фраза абсолютно ни к чему не обязывает человека и она очень нейтрально по отношению к тому человеку которому она задается и человек отвечает да приносят или нет не приносят и и в случае когда человек говорит да приносят наш консультант опять же мы учим дам достает каталог и говорит а такой уже приносили и клиент ему говорит да приносили или нет не приносили если нет не приносили то следующее следует хотите я вам буду приносить хотите я вам оставлю этот каталог и В основном, судя по консультантам, которые у меня работают с этой фразой, у них очень хорошо получается вставлять каталоги. Каталоги практически берут в очень большом проценте случаев. Если ему говорят нет, не приносят, консультант спрашивает следующее, говорит, хотите я вам буду приносить каталог? И человек уже принимает решение, говорит, да, хочу или да, пожалуйста, приносите или нет, не приносите. Вот таким образом у новичков отпадает страх показа каталогов, потому что когда мы задаем вопрос, хотите посмотреть каталог Арифлейм, мы сразу натыкаемся или на нет, или на да. Но если мы выясняем потребности изначально у клиента, да, если мы вспомните метод дама, вспомните схему продаж классическую, то вы сразу получите ответ, и даже если это будет нет, то у вас дальше есть фразы, как работать следующим образом с этим клиентом. Поэтому вот таким образом у нас у новичков, которые начинают работать с каталогом, нет чувства страха, самое главное это вытащить каталог из сумочки, а все остальное это дело техники. Ну и конечно мы учим оформлять каталоги, вот совсем недавно, буквально там 2 или 3 дня назад на канале Нена Ори на ютубе я выложила видео одного из моих консультантов, она уже 9% сейчас, она работает самостоятельно, только я ее сопровождаю. Мы не работаем сейчас по системе ПРО, в общем я просто ее сопровождаю. И самое примечательное еще, что она сейчас в июне будет рожать, третьего ребеночка уже ждет, поэтому она как раз показывает, как она оформляет каталоги и для чего она это делает. Очень часто мы при работе с каталогом используем тестеры. У нас на том же канале вы можете посмотреть видео о моем офисе, там есть, я сняла, в нашем офисе есть 2 подноса с туалетной водой, один с мужской водой и третий с женской водой. То есть все туалетные воды в натуральную величину. И каждый консультант, придя в мой офис, может выпрыскать в себе тестеры и в каталог. Обычно как делают девочки? Они берут маленькие пакетики, покупают, которые на замочках, такие совсем маленькие, там 2 сантиметра на 3, например. Приходят в офис, прыскают тестеры, блоттеры и складывают в эти пакетики и прикрепляют к страницам каталога. И таким образом очень хорошо продаются туалетные воды. И вот эти вот фишки мы как раз учим при работе с каталогом своих консультантов, чтобы они использовали в своей работе. Можно, конечно, бесконечно говорить на эту тему, потому что у меня есть целое занятие, которое час длится о работе с каталогом. Но я думаю, что для того, чтобы успеть прослушать все навыки, которые мы используем, учим, обучаем новичков, мы будем двигаться дальше. После того, как новичок научился работать с каталогом, параллельно мы учим работать с клиентом. Что входит обычно у нас в работу с клиентом? Это дни клиента. Когда мы на встрече, возможности Арифлейм, приглашаем клиентов, особенно если они посвящены продукции, изучению, например, запуск каталога. Так как мы работали по системе PRO, мы проводили все четко, все мероприятия по системе PRO. У нас каждую неделю шла встреча третьего уровня, куда мы приглашали команды со своими консультантами и клиентами. И как раз на этих встречах, вот здесь на фотографии вы видите, у нас идет разбивка на группы. И каждой группе нужно придумать презентацию одного из продуктов текущего каталога. Поэтому работая с клиентом, кроме того, что мы работаем в полях, мы еще и работаем на различного рода мероприятиях. И мы проводим мастер-классы различной тематики. Вот я очень люблю проводить мастер-классы по декоративному макияжу, потому что обычно очень эффект хороший. И клиенты заказывают продукцию. И наша самая главная задача, я знаю, что Лира Минеева тоже работает мастер-классами, поэтому наша задача именно влюбить человека в продукцию сразу. И потом работать с клиентами гораздо легче, и мы приглашаем их уже в качестве консультантов присоединиться к компании Reflame. Я уже говорила о том, что самый лучший клиент – это клиент, который был раньше консультантом. Ну, в работе с клиентами очень большую роль играет внешний вид, конечно, и всегда я рекомендую использовать корпоративные материалы. Когда я сама работала с клиентами, я старалась, чтобы у меня на каждом предприятии был такой, знаете, корпоративный клиент-консультант, который собирал бы заказы со всего предприятия. Ага, замечательно, Людмила. И я таким же образом учу работать своих клиентов. Самый первый клиент – это я сам. То есть я должна сама пользоваться продукцией Reflame. И новичку мы тоже это говорим, что вы себе можете заказать, должны заказать продукцию, и дома, в ванной все баночки, которые у вас есть, должны поменяться на баночки Reflame. Но мой муж говорит следующие слова. Ты себе не имеешь права заказывать до тех пор, пока ты не взяла заказы у других клиентов. И когда у нас есть консультанты, которые даже высчитывают, сколько денег они заработали, и на эту сумму они покупают себе продукцию. Вот таким образом мы учим еще и ей считать деньги консультантов, сколько могут они в этот месяц потратить на себя любимую. Потому что часто бывает так, что клиент-консультант набирает себе много продукции, потом говорит, у меня уже все там забито, и я уже не знаю, что делать. Потому что не научился работать с клиентами. И мне очень нравятся слова Ирины Волковой, которая говорит так, помой сначала себя, потом помой свою семью, и у тебя будет 150 баллов. Это действительно так, и сейчас как раз с продуктом Wellness очень легко работать, потому что тот, кто знает о том, что витамины Wellness не только дают большие баллы, но и помогают еще восстановить здоровье, профилактику делают здоровье. И это как раз то подспорье, которое сейчас на текущий момент может использовать консультант, именно делая объемы. Но работу с клиентом никто никогда не отменял, поэтому формы очень разнообразные. И самое главное, это помыть своих родственников. И иногда бывает, у меня приходит консультант, смотрю за заказом, а у него там тушь и помада. И я его всегда спрашиваю, а в этом месяце ты мыться не будешь, ты зубы чистить не будешь. И когда мы начинаем выяснять, он говорит, а я не пользуюсь, я говорю, почему такой маленький заказ? Она говорит, а я не пользуюсь косметикой. И мы начинаем в каталоге листать и говорить, вот у нас зубная паста, вот у нас это, вот у нас то. И потом человек начинает уже делать заказы. То есть очень важно здесь именно вот такая точечная индивидуальная работа спонсора при сопровождении. Следующий навык, который мы обучаем, это навык работы с продуктом. Вот раньше мы фасовали продукцию в таком режиме, что нам приходило все в общих коробках. И вот у нас консультанты очень любили, мы приглашали их, они любили приходить именно фасовать заказы, потому что все можно потрогать, пощупать, посмотреть, что из себя это представляет этот продукт. Но сейчас заказы приходят в индивидуальных коробках. И работа с продуктом, обучение о работе с продуктом заключается, конечно, в проведении различного рода мероприятий. Я очень люблю на страницах социальных сетей выкладывать фотографии с каким-либо продуктом и писать о своих ощущениях. И тот, кто, например, со мной знаком и, может быть, посещает мою страницу, они видят, что у меня такие фотографии периодически появляются. И вы знаете, это очень хорошо, кстати, повышает продажи, потому что мне сразу поступают заявки. Вот только я написала про крем «Малина», что запах вы даже не представляете какой. У меня сразу посыпались заявки на этот крем среди моих знакомых, которые добавлены на мою страничку в качестве друзей, но которые пользуются продукцией, например, других сетевых компаний. И в работе с продуктом здесь очень важно знать именно последствия использования этого продукта. То есть мы учим консультантов, чтобы они спрашивали у своих клиентов, понравился им продукт, почему понравился, не понравился продукт, почему не понравился. И вот этот навык развивается, если ты сам не можешь попробовать этот продукт, спроси у другого. Сейчас замечательно на сайте Reflame есть комментарии под любым продуктом. И даже я сама часто очень пользуюсь этими комментариями. Если я не знаю, какие отзывы о продукте, то я иду туда и читаю. И вот буквально совсем недавно в такой случае мне позвонила моя приятельница, которая не сдается, которая очень хорошо бы выросла в Reflame, потому что у нее есть все предпосылки к этому. Но говорят, знаете, ближний круг как раз они самые недоверчивые. И она мне позвонила и сказала, что им принесли в подарок бутылку, которая охлаждает напитки, которая была в прошлом каталоге номер 6. И спросила, как ей правильно пользоваться. Я вот как раз, у меня этой бутылки не было в наличии, естественно. Я полезла вот на этот сайт наш официальный и начала искать информацию об этом продукте. Поэтому самая наша главная задача, кроме работы с каталогом, работы с клиентом, еще и научить работать с продуктом. Как правильно пользоваться, куда наносить, в какое время. Кроме мастер-классов, это могут быть такие формы работы. Это, например, публикация в социальных сетях о продукции информации. Потому что что мы делаем в социальных сетях? Мы зовем всех в Reflame. Вот мы там рассылку посылаем, там спамим, например. Но расскажите о продукте. И люди сами вас найдут. Потому что если вы расскажете качественно, они сами спросят вас, а можно ли им купить этот продукт. Я уже на собственном опыте убедилась. На своем блоге сейчас я практически не рекламирую бизнес, не рекламирую возможности. Я рекламирую продукцию. Потому что по своему опыту уже скажу о том, что сколько бы я не рекламировала бизнес, ко мне еще ни один человек не присоединился на бизнес. Потому что, ну, вы знаете, есть доля скептицизма и так далее. Я имею в виду в социальных сетях и в интернете. Я начала рекламировать продукты. Люди просто интересуются. Мы выкладываем фотографии с мастер-классов, которые проводятся. Тестируем новинки каталога, например, тушь, гипердлина. Это повышает продажи не только среди клиентов, но и среди консультантов тоже. Потому что консультанты заходят и тоже читают отзывы о продукции. Так. Чему еще нужно научить новичка? Это работе с возражениями. И у нас есть замечательные школы в Арифлейм Шаг 1 и Шаг 2. Причем мы их проводим совершенно не изменяя, ничего не придумывая. Мы берем их такими, какими предлагает нам компания Арифлейм. И там есть буквально два слайда. Значит, методика работы с возражениями. Чем она хороша? Тем, что она очень проста. Вот если вы до сих пор еще не знаете, например, сами, как работать с возражением, я просто советую вам внимательно просмотреть Шаг 1. Школу Шаг 1, которую предлагает компания Арифлейм. Ну и вот я, например, учу своих консультантов таким образом. Мы проводим мини-тренинги, вот эти Шаг 1. И у меня есть листочки бумаж, бумаги нарезанные на полосочки. И на каждой полоске у меня есть возражения, которые написаны. И после того, как мы методику эту рассказываем, каждый из консультантов, которые присутствуют на школе, он тянет вот эту бумажку и читает свои возражения. И, используя методику, отвечает на него. То есть это очень хороший тренажер. И причем, если, например, консультантов 10-15 присутствуют, представьте, вот 10-15 раз люди слышат, как работать с тем или иным возражением. Именно вот сама методика, она отрабатывается. И потом консультанту очень легко работать с возражением клиента. И еще я учу всегда выходить из конфликтных ситуаций. Потому что на сегодняшний момент очень часто даже те люди, которые не работают в Арифлейм, возникают различные житейские конфликтные ситуации. Где-то кто-то там, ну, а в Арифлейм там клиента не поделили, или еще там какая-то ситуация возникла. Вот буквально совсем недавно у меня пришла клиентка в офис у одной из консультантов. И требует, чтобы мы взяли у нее маску, которая вызвала у нее аллергическую реакцию. На самом деле у нас инструкция есть. Принесите, пожалуйста, справку от дерматолога. Но нужно выйти из конфликтной ситуации достойно. Поэтому вот мы работаем как раз методом, который предлагает компания Арифлейм. Самое первое – это присоединиться к возражению, согласиться с ним. Потому что когда мы начинаем говорить о том, что нет, я у вас не возьму эту маску ни за что, потому что вы ей уже попользовались и так далее, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому есть определенная методика. Да, я согласна с вами, что эта маска доставила вам неприятности. Например, да, второе – это можно сделать. Вот здесь очень подробная схема идет, что вы очень, значит, можно сделать комплимент какой-то, да, что вы и без маски очень хорошо выглядите. Есть еще, что еще вам мешает для того, чтобы принять решение, именно пойти к дерматологу, да, и взять эту справку. Давайте подытожим, только действительно, действительно, это единственная причина, по которой вы не можете там нам принести справку для того, чтобы мы могли вернуть маску. И правильно ли я вас понимаю, что вы хотите вернуть маску, но не хотите идти к дерматологу? Так как часто очень бывает, человек ленив сам по себе, он может требовать какие-то привилегии по отношению к нему, но он не прав в корне. Но наша задача – не испортить с ним отношения. Поэтому наш разговор закончился на том, что я взяла у женщины телефон и сказала, что я проконсультируюсь у компании, обязательно ей перезвоню, как компания смотрит на эту ситуацию. Конечно, я стопроцентно знала о том, что компания мне пришлет информацию о том, что маска принимается только по предъявлению справки от дерматолога. Ну, вы знаете, мы не знаем на самом деле, была аллергическая реакция или не была, или там было что-то другое, потому что активные маски, они могут пощипывать лицо, это нормальная реакция. Я сама, например, пробовала вот маска репейник, предположим, она достаточно такая, знаете, активная маска, вот конкретно для моего типа кожи. То есть я испытывала некое пощипывание, потому что маски еще и содержат спирт. И там очень много предпосылок разных, есть ли микротрещины на лице и так далее. То есть здесь очень много факторов. И это не говорит о том, что маска плохая, и женщине она не подошла. Просто, может быть, она ей неправильно пользовалась. Ну, факт тот, что наша задача не испортить отношения с клиентом, чтобы он потом вернулся к нам еще и еще раз. И то же самое в работе с консультантами, в работе с партнерами, которые работают с тобой бок о бок. Очень важно уметь работать с возражениями. Поэтому это тот навык, который мы отрабатываем на шаге один. И вот теперь смотрите дальше. Когда навыки первой ступени отработаны, когда консультант научился работать с каталогом, вы видите, что он вышел в бизнес-класс, делает 150 баллов. Вот тогда я уже разговариваю о чем-то большем. Потому что я на своем опыте убедилась, у меня были такие примеры, когда приходил человек, например, сказал, я хочу заработать денег. Например, у меня была девушка Лена. Ну, и молодые люди приходили. И я говорю, хорошо, давай будем приглашать людей. Значит, он начинал звонить, приглашать. Люди приходили. Даже вот у меня у Лены этой регистрации были. Потому что папку выучить с презентационную не проблема, презентацию провести. Но в результате никто не делал заказы. Потому что сама Лена не умела работать ни с каталогом, ни с клиентами, ни с продуктом. И вот только когда человек научился делать 150 баллов, а у нас работа в команде, это было непременное условие, личный объем 150 баллов в каталог, вот тогда мы уже говорим о мечтах и о целях. Мы, я приглашаю консультантов на индивидуальную встречу обычно, тех, кто меня заинтересовал, тех, кто отвечает на тестирование определенное, потому что я еще тестирую консультантов. И это мучает лидеры компании Reflame. Например, Алексей Колтун работает таким образом. Он говорит, я пропускаю через определенные фильтры людей. Какие это фильтры? Например, дать посмотреть диск, дать прочитать книгу и посмотреть на реакцию. И вот у меня есть девчонка, ее зовут Татьяна, и она на сегодняшний момент находится на уровне 6%. Причем начала она приглашать людей самостоятельно, сама, просто прочитав об этом где-то или в плане успеха, ну, в общем, или в папке, или где-то, в общем, или спонсор ей рассказала, потому что она у меня во втором поколении находится, она начала приглашать людей. У нее даже чуть-чуть там не хватает до 9%. И причем у нее консультанты делают по 250 баллов в каталог. Но на сегодняшний момент она не готова развиваться дальше, потому что она не прошла определенную систему фильтров. Каких? Например, я приглашаю ее на мероприятие. Мы ходили совсем недавно проводить мастер-класс в один из реабилитационных центров, где проводился проект «Женщины Котласа». Там было очень большое количество женщин, воспитателей детских садов. и я пригласила Татьяну спойти. Она просто не пришла. Не пришла и не позвонила. Когда я потом выясняла причину, она сказала, что вот у нее там какая-то проблема случилась. Ну, ладно, один раз бывает. Второе мероприятие мы проводим в мастер-класс в офисе. Я ее приглашаю, чтобы она привела своих клиентов. Она опять не приходит. Это уже, знаете, говорят, один раз это случайность, второй раз это тенденция, и третий раз это закономерность. Третий раз был следующий. То есть я даю три, таких, знаете, три попытки, да, так скажем. Третий и следующий был. Я сказала, у меня, Таня, есть тебе деловое предложение, и я хочу тебе его сделать. Оно очень выгодное. Давай мы с тобой встретимся в офисе. Татьяна пришла в офис, потому что ей заказ еще нужно было забрать. Но первое, что она мне сказала, что, ой, вы знаете, вот насчет делового предложения, вот мне сейчас пока некогда, вот у меня там то, у меня сё, вот давайте, давайте чуть попозже. Я поняла, что человек этот на сегодняшний момент не готов двигаться дальше, не готов расти. Поэтому, естественно, мое деловое предложение так и осталось при мне. Очень мне нравится, как один из фильтров, это диск Ирины Волковой. Этот фильтр, через который, вот когда мы работали по системе именно в команде, мы пропускали большое количество консультантов. То есть мы давали просто смотреть диск, и Ирине в этом году на исполнительной конференции я выразила свою благодарность. Я была там в качестве спутника. И, вы знаете, она сказала, что если вам это помогает, то это замечательно. Я купила у нее диски на одном из мероприятий. И эти диски мы накопировали. И даем эти диски вот тем консультантам, которые вышли на уровне 150 баллов. То есть те, кто проявляет активность, кто начинает приглашать людей. И вот этот диск является своеобразным фильтром. Как дается диск строго на один день? То есть говорится о том, что вот у нас очередность, что тебе только на один день мы даем. и консультант должен посмотреть этот диск и вернуть его на следующий день. И здесь мы уже смотрим. Значит, кто-то не посмотрел, вернул. Кто-то посмотрел, но когда мы задаем вопрос о том, что тебе понравилось, и судя по реакции мы видим, что человек просто смотрел по диагонали, или в это время он еще, например, занимался какими-то другими делами. Мне все понравилось. А что конкретно понравилось? Да все понравилось. Ну и есть люди, у которых просто сносит крышу. И вот там Ирина в конце диска говорит такие слова, что желаю вам бессонной ночи. И вот у меня те консультанты, которые среагировали, которые в дальнейшем стали расти, как раз все отзываются о том, что у них прошла бессонная ночь. И они всю ночь думали о смысле жизни. И поэтому вот этот диск для меня является прекрасной такой лакмусовой бумажкой для того, чтобы выявить мотивацию человека на дальнейший рост. И потом мы уже встречаемся с ним. И как спрашивают, презентация Ирины Волковой называется. Просто можно найти ее в одноклассниках, спросить, и может быть она вышлет вам, потому что она в принципе их продает, эти диски. По крайней мере, раньше продавала. Вы знаете, здесь не играет роли, как называется диск. Вы можете взять абсолютно диск любого человека. Мне очень нравится Эдуард Васильев. Его презентации сейчас можно найти в интернете. Алексей Колтун. Да возьмите презентации своих лидеров, которые вашими спонсорами являются. Не играет роли здесь. Здесь играет роль именно отношение человека к информации. То есть насколько она его... Вот у меня девушка, я брала ее на работу в офис, с офис-менеджером. И мы уехали как раз на исполнительную бриллиантовой конференции. И она у нас так, знаете, под танк была брошена. Так она в это время, пока она работала в офисе, ей попала книга на глаза. Называется «МЛМ. Вам не игрушки». Это книга, которая выпускает молодежное движение «Арифлейм». И у меня такие книги и вовсе есть, и все выпуски. И она ее прочитала, и вот это ее торкнуло. То есть она диск Ирины Волковой не смотрела. Она книгу прочитала. И когда мы приехали, первым делом она сказала, «Я хочу зарегистрироваться в «Арифлейм». Хотя я ей даже этого не предлагала изначально. То есть мне нужно, чтобы офис работал, функционировал. Она зарегистрировалась. Она пригласила вот эту Таню. Таня начала приглашать своих уже консультантов. Сейчас Лера не работает. Она переехала на другое место жительства. Хотя можно работать. Но зато она привела замечательную Таню, которая 6-9%, ну почти 9%. А может быть даже и выходила на 9%. Что-то я сейчас уже запамятала. Поэтому мечты и цели мы ставим, говорим о мечтах и ставим цели только тогда, когда человек уже прошел через определенную систему фильтров. Дальше. После того, как мы поговорили о целях, поговорили о мечтах, какие есть, я рассказываю маркетинг-план. Обычно это шаг-2 стартовый программ. Ой, извиняюсь, шаг-2 тренинг, который называется шаг-2. Я вообще ничего не меняю. Я беру чисто этот тренинг и просто провожу для определенной группы людей, кто у нас отфильтровался, для дальнейшего роста провожу вот этот вот тренинг. И таким образом мы знакомим сразу изначально с перспективой роста в компании Reflame всех новичков, консультантов, которые хотят работать в команде. И каждый из них уже ставит свои определенные планки, то есть где они хотят очутиться. Здесь ничего рассказывать не буду, потому что маркетинг-план вы все знаете. И вот потом мы уже выясняем, каким методом рекрутирования будет работать тот или иной новичок. Вот я вам сейчас расскажу об одном методе рекрутирования. Очень классно. Может быть, кто-то возьмет его на вооружение. Вот я тоже хочу его попробовать, этот метод рекрутинга. Но вы знаете, как говорится, все руки не доходят. Значит, мотивация не очень сильная у меня на сегодняшний момент. Нахожусь в зоне комфорта. Этот метод рекрутирования называется «Список знакомых». Очень-очень простой, легкий. Причем мой самый любимый. Я начинала работать этим методом рекрутинга. Я учу консультантов работать этим методом рекрутирования. И мне очень понравилась интерпретация этого метода в исполнении одного из лидеров команды Натальи Тимофеевой, которая, по-моему, дважды бриллиантовый директор, если мне не изменяет память. Она очень быстро выросла. Если кто давно работает в компании Reflame, то вы помните, была такая акция, называлась «Бриллиантовое трио». И в этой акции принимали участие консультанты, вернее, лидеры команд с командами. Давалась путевка в Египет. И вот единственный человек, который выполнил по России квалификацию по этой акции, получил путевку в Египет на себя и свою команду пятерых человек. Это Наташа Тимофеева. Она живет в городе Якутске. У них очень холодно. И она говорит, когда мы работаем другими методами, например, расклеиваем листовки, что нам даже не надо клей. Мы, говорит, водой столб обливаем и прикрепляем эту листовку к столбу. И вот она очень любит метод работы список знакомых. И когда компания объявила акцию «Бриллиантовое трио», она пригласила своих знакомых, именно смотивировав их на поездку в Египет. И вот одна из ее лидеров, которая впоследствии стала директором, руководствуясь теми рекомендациями, которые дала Наташа Тимофеева, написала список знакомых. А Наталья Тимофеева, если кто знает ее, она работает, проводя встречи в кафе. И потом уже приглашает человека в офис, после того, как он дал согласие на регистрацию. И точно так же ее лидер, будучи еще просто консультантом, села в кафе, составила список знакомых и назначила всем своим знакомым встречи в кафе. И все знакомые, которые приходили к ней, она открытым текстом им говорила о возможностях компании следующим образом, что я сейчас ищу консультантов, мне нужны консультанты, которые будут работать вместе со мной, будут двигаться вместе по плану успеха, которые будут пользоваться продукцией компании Арифлейм. Я предлагаю тебе стать консультантом компании Арифлейм. А для этого нужно, чтобы ты делал заказ на 150 баллов каталог. И все, кто говорил, да, мне это интересно, я это хочу, она вот таким образом в списке знакомых ставила плюсики. Но если человек говорил, нет, я не хочу, мне это неинтересно, она говорит, тогда я предлагаю тебе стать моим любимым клиентом. Но это я уж сама вам туда пересказываю, может быть, слова звучали по-другому, но смысл был такой. Тогда я предлагаю вам стать моим любимым клиентом. И вы можете покупать продукцию для себя на любую сумму я вам буду ежемесячно приносить каталог и рассказывать о новинках и так далее. И были люди, которые стали клиентами. И вы видите плюсики, да, например, она ставила плюсик в списке знакомых, что этот человек будет клиентом. Но тот, кто не хотел быть ни консультантом, ни клиентом, она просила рекомендацию. Три телефона. И именно тех людей, кого бы могла заинтересовать работа консультантом, или те, кто бы заинтересовался покупкой продукции компании Reflame. Таким образом, за 21 день, проведя в кафе ежедневно 10-ти часовой рабочий день, она вышла на уровень 21%. То есть за один каталог. Это не сказка, это не придуманное. Это так было на самом деле. Глядя на нее, все консультанты, которые захотели попасть в Египет тоже, я, к сожалению, вот не знаю фамилии, имени этой женщины, вы можете тоже узнать у Натальи Тимофеевой, именно более конкретно, можете найти ее в социальных сетях, я знаю, что она в Одноклассниках есть. И таким образом, у нее стали очень быстро отделяться 21% структуры. Мне очень приятно, что есть люди, которые именно умеют вот таким образом пахать. Каким образом она все рассчитала? Очень просто. Она взяла калькулятор. Вот эта женщина. Значит, 7500 разделила на 21 день. В день нужно было делать объем продаж 358 баллов. 358 баллов. Напишите, пожалуйста, сколько нужно консультантов, чтобы разместили заказ в день. Я сейчас проверю, у компьютера вы или нет. Три. Так. Ну, например, это могут быть три консультанта по 100, там с небольшим баллов, да. Это могут быть и пять консультантов. В зависимости от того, какой объем баллов вы будете планировать. Это могут быть три консультанта, два по 150, один, сто. И у нее выработалась следующая статистика, что из 10 встреч, которые она проводила, каждую встречу она проводила по часу, у нее было три регистрации как раз с такими заказами. И самое интересное, что те лидеры, те консультанты, которые подхватили ее метод работы, не факт, что они за каталог выходили на 21%, но за два каталога, за три они выходили. И таким образом Наташа Тимофеева рассказывает о том, что когда в сервисном центре, который находится рядом с ним, не рядом с ними, да, узнали, что у Тимофеевой каждый каталог открывается 21% лидера, они были все в шоке. Да, работники компании, конечно. Наташа поделилась своими секретами, и она выступала на мегафоруме два года назад, я была как раз на этом выступлении, и там она рассказывала о том, как она строит свою работу, о том, что она до обеда мама, потом она супермама, потом она бизнес-мама и так далее. И вот этот метод можете взять себе на вооружение, я тоже его обязательно попробую. Вот видите, времени много прошло, но до сих пор я еще не сделала это, но очень-очень хочу, поэтому просто в качестве эксперимента обязательно попробую. Легче этот метод, конечно, с новичками, потому что у них еще список знакомых не тронутый, хотя он никогда не заканчивается, но тем не менее, вот у меня уже из списка знакомых многие побывали в Арифлейм, уже кто-то подрос, кто-то там уже перестал существовать в Арифлейм и так далее. Значит, этот метод очень хорош, поэтому можете его использовать. Что мы используем в своей работе еще? Мы используем метод «Подари подарок другу», метод мастер-классов. Вот я, например, директором стала только благодаря методу мастер-классов. Золотому директору, золотым директором я стала благодаря методу «Подари подарок другу». Ну, а сейчас мы используем все в комплексе. И каждый выбирает, какой метод он хочет. Но самый основной метод, которым мы работали, это метод «Подари подарок другу», но не в понимании, что пришел, получил подарок и ушел. А мы проводили встречи возможностей Арифлейм именно по папке «Фолдер» «Подари подарок другу». Каждому пришедшему на эту акцию гостю. И вот дальше как раз один из навыков, который мы учим своих консультантов, это навык проведения встреч возможностей Арифлейм. Мы проводим их строго по папке «Фолдер». И вот смотрите, здесь, например, вы на фотографии видите консультант, который работает методом «Подари подарок другу», но это стандартная презентация один на один, которая идет по системе PRO. Как это все происходит? Значит, самое первое, конечно, это делается обзвон по списку знакомых, но приглашаются все в офис за подарком. То есть, «Здравствуйте, мне нужна Мария, Мария, вам звонит Наталья, я звоню вам по рекомендации Светланы, которая участвовала в нашей акции «Подари подарок другу». Мы ее, кстати, называем по-другому, у нас есть разные названия в зависимости от ситуации. Например, это может быть весеннее предложение, если это там приурочено к 8 марта, это может быть юбилейный там подарок, который приурочен к компании, юбилею компании Арифлейм, это может быть еще что-то. То есть, «Подари подарок другу» просто уже настолько затертое название, что мы его меняем и обзываем акции совершенно разными именами, когда обзваниваем. И для того, чтобы получить этот подарок, вам нужно подойти в офис по такому-то адресу или сегодня, например, в 18, или завтра в 15. И человек выбирает. То есть, обязательно ложный выбор, метод ложного выбора, выбор без выбора. И человек выбирает уже, что, когда он подойдет. Обязательно мы говорим, «Я вас записываю. Если у вас что-то изменится, обязательно перезвоните мне». И очень часто люди перезванивают и переписываются на другое время. И мы всегда говорим о том, что встреча будет идти или 30 минут, если это один на один, или час, если это групповая. Каким образом мы проводили встречи один на один, вам понятно. То есть, человек приходит, получает подарок, пишет рекомендации, кому бы он хотел сделать подарок от компании Арифлейм. И мы проводим ему презентацию по папке «Фолдер», говоря о том, что «А сейчас мы вас познакомим с возможностями компании Арифлейм, о которых вы еще не знаете». И очень быстрая презентация в течение 15-20 минут. То есть, вся встреча укладывается в 30-40 минут. Но человек к этому готов, потому что он приходит уже ориентирован на это время. И у нас исключительно редко бывает, когда человек забегает и говорит «Ну где мой подарок? У меня там такси ждет». Только потому, это бывает в таких случаях, потому что консультант, который звонил, не донес до него информацию. Тексты обзвонов у нас отработаны, отрепетированы прежде. Причем я записываю на видео, потом человек сам себя смотрит, и мы анализируем. Мы работаем или в команде, отрабатывая тексты, или индивидуально, не играют роли абсолютно. И затем каждый садится за свой столик, консультант. И таким образом, вот у нас столиков, значит, три маленьких вот таких, четыре маленьких и два больших. И у нас одновременно в офисе могут работать 6-7 консультантов одновременно. Даже иногда больше, если мы там за стол один по два человека садим. Но это еще не все. Очень нам нравится проводить групповые презентации. И вот когда мы работали командой по системе ПРО, мы проводили встречи второго уровня. Они у нас настолько были четко отработаны, что, вы знаете, вот у меня до сих пор, наверное, разбуди консультантов, они вам эту папку отчеканят только в путь. Значит, каким образом проводится встреча второго уровня? Мы проводили их ежедневно в режиме 13, 15, 18 часов. Консультанты, которые работали в команде, они работали совершенно разное количество времени. То есть есть те, кто работал постоянно, проводя три презентации в день. Есть те, кто приходил только вечерами, потому что днем у них была своя основная работа. Есть те, кто приходил два раза в неделю. Но мы всегда знали, когда у нас кто принимает участие в презентации. И перед началом групповой презентации мы распределяли папку фолдер по частям. Папка фолдер состоит из пяти основных частей и двух дополнительных. Дополнительная часть это вступление и заключение, которое читает лидер или ведущий встречи. И все остальные блоки разбиваются уже между консультантами. Проводить встречи второго уровня было очень классно тем, что каждый учил только определенный блок и проводил определенный блок. Потом мы их меняли друг с другом, друг с другом, консультанты меняли. И у кого лучше получалось например проводить встречу блок-консультант отработанный, они переходили проводить блок-бизнес и так далее. И таким образом презентация выучивалась полностью наизусть. Но были консультанты, которые не читали презентацию, но помогали. Особенно это новички, которые только-только включались в команду. Соответственно, мы давали им возможность помогать в тестировании продукта, рассказывать истории своей прихода в Арифлейм и так далее. Рассказывать об акциях, например, которые компания проводит. И таким образом встречи возможностей Арифлейм у нас проводились пять дней в неделю, три раза в день. Были групповыми. Максимальное количество, которое вмещал зал, это 25 человек. И у нас такие встречи были. Причем очень хорошие встречи, когда, знаете, такая цепная реакция, идет массовая регистрация. Причем независимо от того, 149 рублей или 10 рублей регистрация, весь материал дается абсолютно одинаково. И все консультанты, которые работали в команде, они умели проводить вот эти встречи, возможности Арифлейм. И потом даже уже проводили самостоятельно, где-то у себя дома вот даже такие моменты были. Кто-то там подруге папку читал, на ней тренировался. И рекрутинг шел очень-очень хорошо. После презентации возможности Арифлейм проводился всегда тренинг «Успешный старт». Вот это основа, как раз здесь закладывается ориентация новичка на размещение заказа. Если успешный старт не проводится, очень сложно потом требовать что-то от консультанта именно при размещении заказа, потому что регистрация может пройти просто по инерции, но человек придет домой, не посмотрит каталог даже. И вот на «Успешном старте» он состоит из нескольких частей. У нас проводилось, то есть мы проводили строго опять по той схеме, которую давал ректор, не отходя вообще ни на шаг от этой схемы. и здесь сам себе консультант-новичок подбирал продукцию, тестировали ее, даже если вот пробники были, например, да, но цель была научить бланк заказа заполнять, размещать заказ, подбирать себе продукцию, писать список знакомых, на время писали, и пока ставить плюсики, кому вы сегодня уже покажете каталог, и кого вы хотите пригласить за подарком на следующую встречу, придя вместе с ним. Такие ситуации бывали, когда консультант уже приходил уже со своими гостями на следующей презентации и вливался уже в нашу команду, если соответствовал критериям определенным. Например, личный объем 150 баллов. Это у нас было непременное условие. И вот этот успешный старт до сих пор сейчас я вижу, что если не проведен новичку, новичок как раз в большом количестве, ну, в процентном соотношении, просто не приходит с заказа. Значит, какая есть фишка на успешном старте? Это обязательно договариваться на вторую встречу, которую вы будете проводить со своим консультантом. Это уже из области техники сопровождения новичка. Эта встреча проводится при размещении заказа. Например, если сегодня я провела встречу возможности Арифлейма, у меня зарегистрировался новичок, я с ним договариваюсь на понедельник на размещение заказа. Обязательно приходите с любым заказом, на любую сумму. Я вас жду в офисе со сталькита до сталькита. То есть эта встреча обязательно. И люди приходят, очень редко кто не приходил. И вы знаете, по процентному соотношению у меня большое количество, 80% закрывают шаг 1, стартовая программа и двигаются дальше. Я получила от компании уже всевозможные подарки в качестве ноутбуков, айпадов, айфон у меня есть, проектор мы получили в подарок в Олимпийские огни, когда была акция. В общем, всевозможные подарки, которые дарит компания, вот таким образом, потому что там идет квалификация закрытия стартовой программы. Три шага нужно закрыть программы или шаг один нужно закрыть. Вот благодаря той системе, которую дает система PRO и плюс моя авторская система, которую я интуитивно разработала еще до знакомства со системой PRO, она как раз дает свои результаты. Вот моя авторская система называется техника плотного сопровождения новичка. А когда я узнала, что по системе PRO оказывается это то же самое, я в принципе по ней работала чисто интуитивно, даже еще не зная этой системы. Так вот, техника сопровождения новичка плотного сопровождения ТПО, техника плотного сопровождения новичка, почему-то ум у меня тут стоит. Она состоит из четырех встреч, то есть правила четырех контактов работает в Арифлейм. Первая встреча – это успешный старт, мы о ней уже поговорили. Вторая – это размещение заказа, называется «Визит номер один», в течение 48 часов. Встреча эта проводится в течение 15, 20, 25 минут. Цель – размещение заказа в каталог и прояснение ситуации, что непонятно. То есть, может быть, консультацию по продукту дать, может быть, научить заказ через интернет делать. Следующая – визит номер два, встреча мы проводим при получении заказа. При получении заказа у меня есть видео. Мы учим новичка читать накладную, мы учим новичка пользоваться стендами, которые есть в офисе, потому что там есть правила все, как получить заказ, если спонсора нет в офисе и так далее. И на этой встрече, вот на визит один мы знакомим с менеджерами СПО обязательно, с директорами, то есть с нами, например, знакомят консультанта еще раз, если мы на встрече, например, не были рекрутирующие на возможности Reflame. А визит два – это уже получение заказа, и там самое важное – научить новичка читать накладную, и вот только там мы рассказываем о стартовой программе. То есть, например, новичок сделал заказ на 5 баллов, ну, условно так скажем, такие заказы бывают. И мы говорим, вы молодец, вы сделали заказ на 5 баллов, и вы вошли в стартовую программу. Это особая привилегия. Поэтому, если вы в течение такого-то времени, мы обычно уже все знают, когда шаг один закрывается у новичка, да, с какого момента, то есть спонсор уже подготовлен. Если вы сделаете заказ на 95 баллов, по каталогу такому-то, то вы получаете в подарок это, 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 там шаг один, там если палитры есть какие-то, еще там что-то, в общем, мы все это записываем на накладной. На моем канале, мне на Ори, тоже есть видео получения заказа с новичком, и там вот надежда как раз очень четко показывает, как она по накладной все это расписывает. И у человека на накладной остается руководство к действию, план, что он должен делать. И таким образом, очень большое количество консультантов проходит стартовую программу, что нас очень радует, если вот как раз эти визиты соблюдены. И самый последний контакт, это контакт на момент закрытия каталога. Вот положа руку на сердце, согласитесь со мной, что очень часто новички пролетают со стартовой программой по вине спонсоров, потому что спонсор не доглядел, что вот у него там тогда-то заканчивается стартовая программа. Не подсказал, не позвонил. И или поздно, например, да, уже позвонил, человек не может подготовиться к закрытию, например, каталога и так далее. Поэтому обязательно за 3-5 дней до закрытия каталога контакты мы всегда говорим, вот если, предположим, стартовая программа шаг 1 закрывается, ну пусть 1 июня, да, мы всегда говорим, не первая, а именно 2-3 дня раньше. Например, что вам нужно до 28 мая разместить заказ, потому что если до 28 мая он там прошляпил, не сделал, не успел, не все собрал, вот у меня последний случай был, девушка, значит, у нее не хватало 13 баллов, по-моему, 18, 18 баллов до закрытия шага 1. И вот благодаря тому, что мы сказали за 2-3 дня, позвонила я, да, и сказала, что вот еще, ну, например, там, да, до такого-то числа нужно сделать. Я звоню, значит, мы в офисе проводим заказ, и выясняется, что у вас 17 баллов не хватает. И я говорю, Татьяна, вы знаете, вот у вас еще есть запасе 2 дня. Вот если вы в течение этих двух дней, ну, я ей даю выбор, да, то есть вы можете сейчас закрыть заказ, и у вас будет не хватать 18 баллов, но вы вылетаете из старта программы. Знаете, самое важное, создать чувство потери у человека. Или вы еще в течение завтрашнего дня собираете заказ, и мне завтра позвоните. Я проведу ваш заказ или завтра вечером, или послезавтра утром. И вот таким образом, Татьяна, вы знаете, приняла решение, что она собирает заказ, и завтра она звонит. Конечно, в порядке исключения, я ей разрешила звонить лично мне, а не в офис, потому что офис в этот день не работал, и заказ провела лично я, так как у нее нет интернета. А так вообще я стараюсь консультантам не, значит, чтобы они не превращались в диспетчеров по приему заказов, что очень часто бывает, да, как раз отправлять консультантов в офис. И даже если мне мой консультант, мой личный консультант звонит и говорит, а пришел заказ, я говорю, я не знаю, позвоните, пожалуйста, в офис, узнайте, потому что мы таким образом экономим большое количество времени, так как на эти звонки, они совершенно бесполезны. У нас в офисе работает автоответчик, он работает круглосуточно, можно позвонить, всегда узнать, выдается заказ, принимается ли заказ, сакции, какие там проводятся в офисе, все можно узнать. Поэтому вот это мы как раз убираем. И часто почему у нас застревают 9-процентники и 6-процентники и 12-процентники, потому что они превращаются в диспетчеров в приему заказов и начинают принимать заказы у консультантов, совершенно занимаясь не своей обязанностью, их обязанности рекрутировать и спонсировать, дальше строить команду, а все остальное пусть делают офис-менеджеры. И в таких случаях что получается? Иногда они начинают жалеть своих консультантов и говорят, ой, слушай, что вот ты заказ будешь проводить? У тебя всего 2 кода. Давай я себе возьму. И вот я вообще очень ругаю консультантов и говорю о том, что вы рубите сук, на котором сами сидите, если вы эти 2 кода присоединяете к себе. Сегодня вы 2 кода присоединили, а завтра человек перестает делать заказы, потому что у него уже нет мотивации, он ни в одной акции не принимает участие, он ни одного подарка не получает. Поэтому вот это как раз основная беда, почему 9% не могут выйти на уровень 12%. Первое, они занимаются не своим делом, и второе, они начинают жалеть. Вот ни в коем случае жалеть нельзя, человек сам принимает выбор. Экономически невыгодно. У нас выгодно, у нас сейчас есть продукт вместо платы за доставку. Пожалуйста, не хочешь транспортное платить 57 рублей, плати, возьми продукт за доставку дополнительно. У нас многие так делают. Это первое. И второе. Надежда, почему вы решаете за человека, что ему это экономически невыгодно? Он принял решение, он вам позвонил и сказал эти 2 кода. Ваша задача, ваша обязанность, чтобы эти 2 кода превратились в 22 кода. А для этого нужно с человеком просто встретиться, пообщаться, почему он только 2 кода заказывает. Это вот вернемся к первым навыкам. Почему у вас только в коробке тушь и помада? Мы пытаемся увеличить заказ. Да, да. То есть можно еще, знаете, есть еще, называется продажа после продажи. Ой, а ты вот эту пробовал там продукт, а ты вот это делал, а ты вот это, я тебе советую вот это закажи обязательно. Да, то есть, ну, здесь лучше пусть человек, конечно, изначально позвонит и хороший заказ сделает. У меня вчера новичок пришла у одного из консультантов, Софья, да, которая сейчас мамочкой собирается стать. И она принесла заказ на 142 балла. У нее 8 баллов не хватало. И она говорит, вы знаете, вот у меня был один каталог, а тут, как же, а как у нее второй каталог появился? Она в офисе, по-моему, купила. А, по почте пришел. Вот, она говорит, по почте пришел еще один каталог. И я дала его сестре. И у меня сестра заказов не насобирала. И я заказов насобирала. Она говорит, а как мне еще один каталог заказать, чтобы у меня два было? Вот смотрите, видите, у человека сразу мотивация появилась. Два каталога дали вот такой результат. И 142 балла. Я говорю, вы знаете, у вас 8 баллов не хватает. Вот я могу сейчас заказ сохранить, а вы можете еще что-то добавить в этот заказ. Она говорит, вы знаете, я уж и так там навычеркивала для себя. Она говорит, мне так охота туалетную воду новую, вот эту гаден, которая, да, сейчас идет новенькая водичка. Давайте ее добавим. И она удовольствие получила от того, что она добавила эту туалетную воду, что 150 баллов набрала, что каталогом вопрос решила. В общем, все 33 удовольствия. Это ее второй заказ компании. Поэтому здесь очень большое, а почему второй заказ большой? Потому что первый заказ, мы поработали с ней над тем, что у нее еще есть знакомые, есть сестра, что нужно еще ей показать каталог. И плюс еще и каталог по почте пришел. Замечательно. То есть вот это о технике сопровождения новичка. Несколько слов. Дальше. Навык командообразования. Каким образом он отрабатывается? Когда я учила своего, вообще, как я сама создавала команду? Помните, я вам говорила, я приехала с конгресса, обзвонила всех своих активных консультантов и пригласила их на встречу в офисе. Причем это были январские каникулы. Это было 5 января. Как раз все бездельничали. Ну, кто-то уехал, может быть, да, за город. Но вот у меня 15 человек пришло на встречу. Я им рассказала, что сейчас я привезла новую систему работы, которая дает очень быстрый рост. И я вас приглашаю работать вместе со мной, что прости. И у меня осталось работать, по-моему, 7 человек, если мне не изменяет память уже, из этих 15. То есть это половина. И мы начали с того, что первое мы обсудили правила работы в команде, чтобы они соблюдались. И дальше создали сетку мероприятий и стали проводить встречи в определенном режиме. Запустить систему PRO сложно. Честно говорю. Потому что бывает так. Вы проводите школу, на нее пришло 2 консультанта. Но мы все равно проводили. То есть мы никогда не отступали от этой сетки мероприятий. Вот это вот очень главное. Да, замечательно. Замечательно, что не повездельничаешь. И потом я стала своих консультантов учить создавать команды. Каким образом? Берется текст QR-корректора. У меня есть команда. Или я формирую команду, свою личную команду. Вернее, вопрос первый задается. Как вы относитесь к компании Reflame? Или серьезно ли вы относитесь к компании... Саша. Или серьезно ли вы относитесь к компании Reflame? И человек на другом конце провода, вот Надежда, например, когда прозванивала своих консультантов, она просто взяла текст и вот тупо по тексту звонила. Там, Надюш, привет. Как ты серьезно относишься к компании Reflame? Человек говорит, да, серьезно или нет, не серьезно. Кто-то смеется в трубку. В общем, реакции совершенно разные. Но она всем невозмутимо говорила, что я набираю команду, свою личную команду. Мы будем вместе расти до звания директора. Если тебе это интересно... А, и спрашивала, тебе это интересно? И человек говорил, да, интересно или нет, неинтересно. Если интересно, я приглашаю тебя на встречу нашей команды, на первую встречу нашей команды в кафе. Вот видите, в кафе мы проводили эти встречи обычно. Во столько-то, во столько-то. Ты будешь тебя точно записать? И там человек говорил, да, буду или нет, не буду. Ну вот, когда я собирала команду очередную, да, вот смотрите, у нас здесь кафе сидит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот тут еще девушка, десять человек. И я. То есть десять человек, вот они все с блокнотами. Я всем рассказываю о том, что вот мы сейчас будем работать в команде. Вот таким образом это будет происходить. Вот папка фолдер, вот то, сё и так далее. Значит, когда мы собираем команду для других консультантов, эти люди тоже приходят, кто со мной в команде работают, потому что они мне помогают проводить эту встречу. Они рассказывают о том, вот представьте, одно дело я сказала, а другое дело еще другой человек сказал. Потому что все считают, ну, невзоровость же выгодна, она и говорит, а если кто-то другой скажет, это уже немножко по-другому звучит. И у Надежды на встречу, например, пришло четыре человека. Из них одна только согласилась работать дальше. Двое. Двое стали работать, одна выросла на уровень 9%, девушка. То есть вот это все, абсолютно все работает, если это делать. И таким образом, собрав команду, вы дальше уже делаете то же самое, что делал с вами спонсор. Абсолютно то же самое. То есть начинаете учить шаг 1, значит, сопровождать встречу возможностей Reflame, то есть присоединяя уже людей на встрече третьего уровня. То есть встреча третьего уровня у нас проводилась каждую субботу в 15 часов. Там собирались командами, причем каждая команда готовила свой блог в презентации, но не по папке фолдеру. И они проводились в виде капустников. Было очень прикольно, интересно. Вот у нас женщина, например, видите, она в возрасте женщина уже. Она как раз на эти встречи походила, в образе инопланетянки побыла, и потом сказала, что это все не серьезно, это все не бизнес, и мы, типа, я не буду работать в команде, и ушла. Ну, хозяин-барин. Поэтому, а так остальным всем очень нравилось, потому что и репетиции были совместные, и у нас тоже есть эти все видео записанные, как выступления, как мы работали, рассказывая о той или иной возможности Арифлейм. И эти встречи проходили очень здорово, и на них тоже проходили регистрации, после них точно так же был успешный старт, и так далее. Поэтому это самое главное, это проведение мероприятий, это проведение акций совместных, это проведение репетиций совместных, то есть чем чаще вы встречаетесь с консультантами своими, тем это плодотворнее отражается на ваш бизнес. Ну, и вот здесь, например, то есть наши консультанты, те, кто работал в команде, мои менеджеры, они настолько четко научились проводить мероприятия, вот здесь на фотографии, как раз мероприятия встречи третьего уровня, которые готовили они лично, я уже присутствовала здесь в качестве гостя. Это когда открывался второй офис, когда они уходили работать в новый офис, открывали его. И вот здесь это январь месяц, в январе мы традиционно проводим всегда акцию, которая называется «Сделай 150 баллов, будь в бизнес-классе и получи в подарок бутылку шампанского на старый Новый год, или там кто-то получал позже, кто-то раньше, но тем не менее, задача была поднять продажи в январе, и соответственно, вот здесь по итогам этой акции на встрече третьего уровня проводится награждение, все фотографируются, причем залы снимаются для таких мероприятий. У нас проводились встречи и на 100 человек были, которые мы снимали, зал в музыкальной школе, большой зал актовый. Вообще, встречи, вот эти мероприятия проходили все замечательно, очень интересно, всем нравилось, билеты мы на эти мероприятия всегда продавали, потому что, естественно, аренда зала, всегда музыканты приглашались, какие-то танцоры у нас там танцевали, мини-тренинги проводились, то есть, очень было замечательно, здорово, и еще и люди росли в процессе. Ну и на что я еще бы хотела в конце нашей встречи обратить внимание на то, что очень важно именно связать вот эту вот первую слайд, который мы с вами смотрели, навыки, да, знания принципов успеха именно с лидерством. Ведь смотрите, здесь каждая ступень идет, говорится о лидерстве, то есть, лидер для себя, лидер для других, лидер для команды, лидер для организации. И вот само лидерство, это, мне очень нравится книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Я вам рекомендую всем ее прочитать, потому что система PRO, наверное, писалась по этой книге. И лидерство состоит из навыков, навыков, которые вы формируете в процессе становления, в процессе роста, в процессе движения по нашему плану успеха. Вы знаете, тяжеловато читается, это значит, вы еще пока не готовы ее читать, эту книгу. Я ее начинала читать три раза. И вот только тогда, когда я побывала на PRO-конгрессе, когда ее посоветовал ректор, когда я поняла вот эту всю систему, как она работает, еще даже не поняла, вот только, знаете, вот у меня в голове так все сложилось, все эти пазлы, я взяла эту книгу, я прочитала ее на днем дыхании. Она у меня является настольной книгой, вот у меня она здесь всегда под руками, потому что если что-то я забываю, или что-то я не могу, там, например, мне надо почитать, вот я ее достаю, вот у меня закладочка здесь, вот суперобложка, да, сделана такая, я ее всегда читаю. Почему? Потому что лидерство складывается из навыков, навыков, которые вы постепенно осваиваете, двигаясь по лестнице успеха. Из чего же складывается навык? Навык складывается из знания, из желания, из умения. Что такое знание? Знание – это технология, технологию даст спонсор, технологию можно прочитать в интернете, технологию можно посмотреть на видео, как проводить встречу, значит, что нужно делать в этой или другой ситуации, вот это все знание, технология. Дальше. Ну, если у вас не будет желания, не получится навыка, для того, чтобы навык был отработан, нужно желание, желание двигаться дальше, желание узнавать все новое, желание делать, потому что третья составляющая навыка – это умение. А что такое умение? Это многократно повторяющиеся действия. Сегодня пошли раздавать каталог, не получилось, завтра пошли раздавать каталог, не получилось, послезавтра пошли, получилось. Вот у меня Софья, которая на видео как раз рассказывает о том, как она раздает каталоги, она говорит, я иногда по 6-7 раз захожу в одно и то же место. Она говорит, я специально каталоги не раздаю, я просто иду мимо. Она говорит, я люблю магазины, например, хожу, и в каждом магазине я оставляю каталог. Так вот, она говорит, у меня бывает 6-7 раз ничего не заказывают, а на 8-й заказывают и очень хорошо. И поэтому вот эти многократно повторяющиеся действия дают определенные плоды. И вы знаете, навык отработан только тогда, когда у вас получается результат. Вот смотрите, давайте возьмем первую ступень лидерства, это лидер для себя, работа с каталогом. Когда будет отработан навык работе с каталогом только тогда, когда у вас будут заказы. Когда будет отработан навык работать с клиентом, только тогда, когда ваш список клиентов будет пополняться новыми клиентами. Когда клиенты у вас будут постоянные, которые будут постоянно делать заказы. И вот очень, очень хорошо можно проанализировать, какой навык не отработан у консультанта. Например, вот я вам сейчас приведу пример, а вы мне напишите, какой навык не отработан. Предположим, консультант делает обзвон приглашая на встречу возможности рефлей ну пусть даже на акцию подари подарок другу а люди у него не приходят напишите пожалуйста какой навык не отработан у этого консультанта то есть консультант делает обзвон по тексту делает который спонсор дал до значит но у него люди не приходят на презентацию то есть большой большой опыт большой процент людей не приходит навык коммуникации совершенно верно с чего складывается этот навык напишите пожалуйста из чего складывается навык коммуникации вот смотрите навык коммуникации вот коммуникацию мы в серединку ставим да он складывается и знания то есть знание как сделать так чтобы человек вы чтобы вы вызвали доверие у человека на другом конце провода потому что это значит человек вам не доверяет есть вариант да не пришел на встречу навык коммуникации не установили контакт второе вы невнятно говорите опять не установлен контакт с человеком он вас не услышал опять не установлен контакт с человеком поэтому обязательно нужна технология каким голосом говорить улыбаться где делать паузы где ждать ответа и так далее то есть вот это четко отрабатывается на тренинге который называется как делать звонки по телефону желание обязательно должно быть желание если я звоню человек чувствует вот сергей зимов когда-то вот есть видео в интернете сергей зимов это бизнес тренер который написал книгу как как заработать без стартового капитала очень классная такая интересная мотивирующая книга он говорит о том что акула каплю крови чувствует на расстоянии и вот клиент когда он работает с вами или слушает вас он чувствует вас на расстоянии если у вас внутри есть какая-то нотка недоверия к тому что вы говорите он это будет чувствовать он соцканирует это даже если он вас не видит потому что это слышно в голосе поэтому нужно желание обязательно желание вера в то что ты делаешь и обязательно умение умение отрабатывается и мы когда записываем на видео вот новичок у меня начинает текст обзвона отрабатывать мы записываем на видео и даем ему посмотреть и он сам себя видит со стороны мы отрабатываем это занимает ну 10-15 минут работы с новичком и он уже четко будет говорить так как надо отработав этот навык если например человек позвонил консультант позвонил люди согласились прийти пришли но не зарегистрировались какой навык не отработан нет вообще в нашей ситуации не самое главное это знаете не убеждать а нужно давать выбор вот чем лидер отличается от другого человека он дает выбор он говорит если ты пойдешь сейчас за мной то ты получишь вот это а если ты поймешь если ты пойдешь без меня то ты вот это не получишь или получишь совсем другой результат выбирай выбор за тобой вы знаете здесь не отработан элементарно навык проведения презентации у нас за такие ситуации бывали когда девчонки например только учились и есть девочки вот у меня девочка есть она например по образованию слесарь было да не по образованию по специальности она слесарь да и и очень трудно давалось работать именно интеллектуально и когда она проводила презентацию она папку держала она у нее все время падала из нее все время что-то вылетало из этой папки что на шпаргалки писала и она держалась очень неуверенно то есть у нее руки дрожали естественно качество проведения презентации всегда страдала поэтому вот работа над собой как раз это навык отработки проведения презентации а как навык отрабатывается проводится просто часто часто нужно проводить и она знаете у нее раз не получилось два не получилось потом она стала избегать ну закон сохранения энергии она стала избегать проведения презентации соответственно стала просто брать на себя другую работу. Она, например, хорошо играла роли. Вот она нисколько не боялась там выйти и прочитать рэп от лица Максим, например. То есть у нас такие вот были на встрече третьего уровня. Она вот очень классно выступала. Поэтому вот то, что касается навыков, их нужно обязательно отработать и последовательно отработать. И если мы говорим о лидерстве, то лидер начинает расти постепенно. То есть сначала он зависимый человек, то есть консультант приходит, он зависим от кого? От родственников зависим. Он зависим от спонсора, который ему даст или не даст нужную информацию. Он зависим от дождя, который идет, да, и идет он раздавать каталоги в это время или не идет. И когда он одерживает личную победу над собой, только в том случае, если он проактивен. Кто такой проактивный человек? Это человек, который руководствуется своими принципами. Это очень здорово, если у человека есть свои принципы, которые он для себя выработал. То есть он не будет зависеть уже не от погоды, он не будет зависеть от спонсоров, он не будет зависеть от консультантов каких-то других, да, которые мешают и конкурируют с ним на этом рынке. Очень часто бывает, да, я пошел туда каталоги раздавать, а там уже кто-то есть и раздает, я не пойду больше, и это все не работает. Поэтому это человек, который делает чуть-чуть больше работы над собой, нежели чем все остальные. Дальше, обязательно нужно начинать представлять конечную цель, что ты хочешь получить от Reflame, то есть что ты хочешь конкретно здесь получить, если ты идешь раздавать каталоги. И обязательно нужно расставлять приоритеты. Сначала делать то, что необходимо делать сначала. Это вот, кстати, о слову, отказаться частично от навыков. Если ты начинаешь рекрутировать, не занимайся продажами 100%, оставь на продажу себе 20% времени. И когда мы одерживаем личную победу над собой, мы переходим в разряд независимых людей. Независимые люди – это те люди, которые уже ни от кого не зависят. Они не зависят от родственников, которые им на уши там поют о том, что Reflame – это фигня, и здесь не заработать денег. Они имеют уже внутренний свой стержень и руководствуются своими принципами. И дальше независимый человек, вы знаете, один в поле не воин. Им очень сложно. И поэтому мы социальные существа, мы растем в обществе. И именно команда образования, именно работа в команде, в слаженной команде, где строятся связи взаимозависимые, когда мы подстраиваемся друг под друга, находим компромиссы, когда мы учимся, как сказать, существовать друг с другом. Вот таким образом одерживается общественная победа. Когда мы думаем в духе «выиграл, выиграл». Не только я заработаю в Reflame, но я еще помогу пяти человекам заработать в Reflame. И здесь нужно сначала стремиться понять других, а потом быть понятым и достигать своих целей обязательно. И когда вы одерживаете общественную победу, это гораздо больше, чем вы даже одерживаете личную победу. Здесь есть эффект такой, знаете, синергии, когда 1 плюс 1 – это 11, а не 2. И очень важно именно затачивать пилу. То есть, что это такое? Это все время расти, расти, узнавать новое, двигаться дальше. И вы знаете, есть очень классное выражение. Я услышала его из уст Эдуарда Васильева, который является лидером компании Reflame. Я даже в одноклассниках его написала, и 58 человек мне уже восклицательный знак там поставили. Выражение звучит следующим образом. Что раньше было для меня потолком, сейчас является для меня полом. Вообще очень классное выражение, оно меня зацепило. И даже человек в комментариях на одноклассниках у меня спросила, а Наталья, как вы до этого додумались вообще, как вы до этого дошли, как вы пришли к этому, что нужно двигаться вперед. И я сказала, написала, мне все время было мало. Мне всегда было мало, я всегда хотела большего. И соответственно, я для того, чтобы стремиться к большему, я всегда затачивала пилу. То есть, я училась снова, обретала новые навыки, совершенствовала их и шла дальше. Без действий невозможно успеха, невозможно получить результата. Ну и пожалуй, вот на 13 минут немножко я подзадержалась, потому что этот тренинг, этот вебинар обычно я провожу в течение полутора часов. Я хочу сказать о том, что очень важно еще, чтобы вы имели инструменты бизнеса. Не только оффлайн, но сейчас очень большое количество людей переходит работать в онлайн. Но, как сказал господин Капустин, это не должно быть вместо, это должно быть вместе. И часто сейчас вы, наверное, может быть встречались даже с консультантами, которые начинают вести бизнес в интернете, совершенно забрасывая свои структуры, когда они, ну, перестают работать оффлайн. Поэтому обязательно, вот здесь важно соблюдать определенный баланс. Что дает нам работа в интернете? Она дает нам расширение списков знакомых, расширение круга общения. Но все остальное, все остальное, вот поверьте моему опыту, работает точно так же, как у в офлайн. Здесь всегда нужен личный контакт. Конечно, некоторые процессы мы можем автоматизировать. Конечно, здесь удобнее проводить вебинары. Но вот сегодня, представляете, вы меня не очень хорошо видите, а я вас вообще не вижу, да? Все-таки личное общение, оно гораздо эффективнее, оно гораздо полезнее и оно гораздо продуктивнее. И я вам желаю, заканчивая сегодняшнюю нашу встречу, успехов, чтобы вы двигались по лестнице успеха, чтобы у вас менеджеры росли не за 8 недель, а может быть за 4, а может быть даже за 2. и чтобы вы успевали в этой жизни сделать то, что вы запланировали. И, пожалуй, наверное, в конце я, может быть, готова ответить на ваши вопросы, если у вас они есть. Если нет, то я передаю слово Константину и на этом прощаюсь с вами. Значит, вы вопросы мне можете задать, если у вас они возникнут. В любой социальной сети вы меня можете найти и в Одноклассниках есть, и ВКонтакте. Презентацию, да, конечно, у меня есть видеозаписи, она будет, вы ее можете скачать себе, можете использовать на своих занятиях. Здесь вы видите сайты мои, натальяневзорова.ру, это мой блог. Нена ТВ, это мой сайт, который позволяет расширять общение. Сейчас я вам напишу свой канал Нена Ори, это канал на Ютубе. Пожалуйста, заходите, смотрите, в принципе, я без проблем делюсь информацией, никогда не зажимаю ее. И заканчиваю мысль о том, что если вы мне зададите вопрос, я могу вам не ответить лично, я обычно отвечаю на блоге, потому что вопросы у всех абсолютно одинаковые иногда возникают. И я прошу прощения сразу, что может быть лично я вам не отвечу, а я напишу ваш ответ, развернуто для вас ответ на своем блоге, и вы там сможете его прочитать. Ну, раз вопросов нет, всего хорошего, до свидания.